Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Привет! Погулять с Леночкой Сейчас будем ездить У нас весна 1 февраля Это у нас начало весны И поэтому Мы начнем с того места Где я жила Где я вообще приехала в Америку Начала свою жизнь в Америке Хочу Леночке показать наши места Где я жила Дом, где родила я дочку Это соседний район Называется Тепурон Пешая дорожка Где все ходят Пешепроволки делают Пробежки делают Леди на кабриолете Вот Эта дорога Ведет Ведет К тому дому Где мы начали жить в Америке Вот в один из этих домов Справа Живет Карлос Сантана Потом Холл и Берри Вот на этой улице По этой улице Мы годами ездили Пешепроволки делали Я сейчас вам покажу Где мы жили Мы вот с видом на океан Туда Туда Вот этот вот В этой улице Сейчас я буду спускаться Вот этот дом Продавался я Мы смотрели А там он внизу И он внизу ходит Вот покажи Вот этот цилиндрообразный Вот мы здесь жили Вот ремонтик сделали Вот в этот дом Он очень по современному стилю сделан Вот этот вот Вход Он смотрит Мы внутри были Он смотрит На океан Вообще 180 градусов Видимости там Вот они спереди Вид не очень А они же Два-три этажа Внизу ходят На ту сторону Вот в этом доме Мы прожили 5 лет Здесь я родила дочку Вот Вот этот дом Трехэтажный Мы сейчас сбоку покажем Вы знаете Вот машина стоит Да? Два места вот Парковки для машины А низа нету Он висит на балках Этот дом Смотрите какая Видимость оттуда Сейчас вот сюда заеду я Такая видимость Вообще классная Вот Вот Что вы видите Справа этот дом Сейчас я круг сделаю Спереди Снимай Сейчас я Заеду И сделаю Разворот Потому что здесь Как видите Ну и заодно посмотрим Что тут изменилось С тех пор Как мы переехали отсюда Ну Ну Меняются Внутренности домов Ремонт делаю С внешней стороны Там много чего Изменений Не увидишь Вот допустим Ничем не приметный дом А на самом деле Он на ту сторону Выходит Снаружи Вообще Один обзор А вот когда Внутри побываешь Совершенно другой Вот этот дом Ему только Вот Где-то 7-8 лет Он построился Тогда Когда мы Здесь Жили Вот Мы сейчас разворачиваемся Все Пока можно отключиться Вот Значит Мы спускаемся Уже Это спуск На самом-самом Верхней точке Мы жили А дальше Уже Некуда И вот этот вот Спуск Как вы видите Издалека Сан-Франциско Видно Сейчас за деревом Будет Голден гейт Да Найс Найс Вот здесь вот Хорошая фотография В принципе Получится Да Вот мы сделали Остановку Возле Того дома Где мы жили Уже В обратную сторону Мы повернули машину Вот Как вы видите Это Голден гейт Там Сан-Франциско Город И это вот залив Залив океана Вот сюда Вот сюда Вот сюда Вот сейчас На этой стороне Вот мы живем И это Этот залив Именно Называется Вот я там живу Называется Тибурон Тибурон В переводе с испанского Называется Шарк это Имеет в виду Акула Хвост Как хвост акулы Вот так вот лежит Вот этот вот залив И назвали именно вот Тибуроном Потому что Шарк не очень то Красиво звучит В принципе Вот акула Хвост акулы Здесь живут Все Как вам сказать Пенсионеры мира Люди которые Заработали за свою жизнь Очень Ну очень много денег И Приезжают здесь Покупают хаты Ну самый дорогой дом Что я видела Да Когда Опенхаус был Вообще Почти что каждый день Мы ходили на опенхаус В конце недели Так вообще Опенхаус это когда Дом продается И открывают ворота И все Все могут зайти Посмотреть там Что за дом продается За какую цену Что там внутри И вот И входишь Вот так вот Это самое любимое занятие Американцев Ходить на опенхаус И вот тогда Самый дорогой дом Что До сих пор Я вот Увидела в этом районе Да 68 миллионов долларов Стоило Вот А так 15 миллионов долларов 28 миллионов долларов Это Ну как бы Нормальные так дома Скажем так Здесь именно Большую роль Играет Видимость Вот Именно За этот Видимость Люди Отсёгивают деньги Здесь Вообще Нет никаких Производств Никаких Офисов вообще Только Маклерские Контора Есть Которые вот Необходимы Там Единственные Только маркет есть Одна аптека есть Даже Вы знаете Я здесь прожила 5 лет И Вот По этой улице Да Вот я пешепрогулки делала Вот смотрите Вот с этой улицы Вот сюда Вот Вообще Нету лампочек Вообще Ночью освещения Нету тут Почему Потому что Эти богатые люди Не хотят Чтобы Освещался Его дом Чтобы освещалась Эта улица Почему Они хотят Тишины Покоя Вот Кстати Это тоже наши соседи Вот Вот за этим домом Мы живём Вот Отсюда Вот Такая видимость Такой вход Красивый Всё Блестит Всё Такая укладка Вот Вот Моя дочка Уже ходит тут Кстати Вот В этом доме Очень большой дом Вообще Это дом Бывший дом Знаменитого Теннисиста Одного Там даже Не один бассейн Даже Теннисный корт Есть Внутри Когда Мы жили В этом доме Жили Мафиозники Украинские Мафиозники Тогда В аренду Эта хата Сдавалась 12 тысяч долларов В месяц Было А Продаваемая цена Этого дома Было 9 миллионов долларов Вот Тут Стоит Леночка Наша Делает Селфи Да Селфи Делает С таким Ветом Красивым Сегодня Погода Замечательная Теплая Так Сейчас По этой дороге Поедем Дальше Вот Значит Мы Спускаемся Вот Значит Спускаемся Вот Этот Оранжевый дом Тоже 6-7 лет назад Реставрацию сделали Плодь до цветов Всё Мы пересадили новые цветы Как мариант Кажется Вот отсюда спускаешься, это одна единственная дорога и начинается обзор. Все туристы сюда на самую высокую точку забираются, чтобы посмотреть панорамный вид со всех сторон, потому что они с разных углов по-разному открываются. Вот мы спустились вниз по Тибурону, вот сюда паромы приплывают, туристы, те, кто работает. Вот мы собираемся сюда, в кафе-ресторан. Так, после четырех все местные собираются на коктейль. Вот, обзор покажу местности. Так, мы здесь сидим в кафе. Вот сзади, видите, там Сан-Франциско. Мы сидим с Леночкой. Вот смотрите, птички есть тут. Они такие дерзкие, со стола все выхватывают прямо. Точка рисует. Мы как у англичан tea time в это время, а у нас в Америке happy hour wine time. С погодой повезло сегодня. Хочу я вам показать. Вот, лежит такой наглый. Вот это вот сзади ресторана мы сидим на улице. Редактор субтитров М. Леночкой. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...